Многие были в Рыцком Никольском монастыре, но я думаю, не каждый смог подняться на колокольню. В этот раз нас благословили это сделать. И у вас будет такая возможность подняться с нами. Колокольня пятиярусная, со святыми вратами в нижнем ярусе. Впервые в описях упоминается с 1764 года. Уступы восьмеряков, уменьшающиеся в каждом ярусе, создают аналогию с башней. Сооружение завершается барабаном с орнаментом из кирпича и луковкой с золотым крестом. Ну что, наберемся смелости и вперед! Ступени оказались очень крутыми. Ой, какая-то комнатка. Как позже мы узнали, что здесь была раньше библиотека и архив. Еще уже, да, там? Ох, не упасть. Поднимутся, вон, Ида. Первая Ида, да. А ты думаешь, спускаться потом? А как спускаться? Спускаться, наверное, еще хуже будет. Тебе надо подъемный кран называть. Да, вон и Адя там. Будем включать. Алло, мы тут. Тут скользко. Привет, да. Тут очень скользко. Скользко, Аня, гляди тут. А, это кубок. Скользко, но вот здесь, видите, ограждение, да. Хорошо, что хоть ограждение не упадем. Он же сказал, батюшка. Не упадет вниз. На колокольне. Вот оттуда поднялись. Вон, такой вот. Опись 1764 года сообщала. Колокольня каменная. На ней часы русской работы ветхие. Колоколов разного весу семь. И под оной колокольней святые врата створчатые. В 1820 году колоколов становится девять. Вот такой вид сверху. Вот такой вид сверху. Вот такой вид сверху.